МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расстоянию вопреки Чувашия и Алтайский край станут ближе. Сезон открыт. В столице республики в небо рванули фонтаны. Герой нашего времени, фильм из Чувашии, получил приз конкурса документального кино в Ижевске. Поделились опытом и продемонстрировали ноу-хау. Завершился рабочий визит главы Чувашии в Алтайский край. Михаил Игнатьев познакомился с работой Краевой клинической больницы. Чем удивили алтайские медики, расскажет Дмитрий Ковалев. Более 500 врачей и порядка 800 медицинских работников. Это по-настоящему огромный и к тому же инновационный комплекс. На базе Краевой больницы действуют различные центры и даже кафедры местного университета. Пациентам здесь оказывают и высокотехнологичную помощь. Если раньше в экстренных случаях больных увозили в Москву, то сейчас специалисты сами проводят самые сложные операции. Теперь сюда привозят пациентов и из других регионов. Большинство аппаратов, которыми оснащена клиника, были приобретены в рамках приоритетного национального проекта. Главе республики показывают ноу-хау в отрасли медицины. Специалисты говорят, что в больнице каждый год внедряют и совершенно новые методики. И помогаем мы здесь в работе не только, как я уже говорил, кардиологам, но еще кардиохирургам, сосудистым хирургам. У нас проводятся гибридные так называемые операции. Это когда сосудистые хирурги или кардиохирурги делают один этап свой, открытую операцию, а мы им помогаем. Какой-то бассейн сосудистый, куда они не могут пройти открыто, либо этот доступ очень травматичный, мы делаем свой этап. В настоящее время у нас два стационарных ангиографа работают в круглосуточном режиме. Основная наша категория больных – это больные с импактами миокарда и инсультами. Сейчас краевая больница – это эффективно работающий кластер. Глава республики отметил, что такая форма доказала свою эффективность. Она позволяет интегрировать интеллектуальный и финансовый капитал. Вообще сейчас эта краевая больница не уступает и московским медицинским центрам. Она оснащена самым современным оборудованием за год. Здесь проводят более 15 тысяч операций. В Барнауле сейчас планируют возвести и Центр травматологии. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что чебоксарские специалисты из федерального центра могут предложить им свою помощь. Медрик Ковалев, Эндрик Шоклев, Республика из Алтайского края. В этом году правительство республики планирует завершить программу модернизации дошкольного образования. Для этого необходимо достроить пять детских садов. Один из них возводится в Урнарском районе. С ходом работ сегодня познакомился премьер-министр Иван Моторин. Малдокосинская молочная товарная ферма – одно из предприятий открытого акционерного общества «Урнарский мясокомбинат». Сейчас поголовье крупного рогатого скота превышает две тысячи. Приинто решение увеличить его до трех с лишним тысяч. Поскольку объемы производства растут из года в год, регулярно встают вопросы нехватки площадей. В феврале в Малдокосах заложили два новых коровника. Несмотря на то, что строительство обошлось дороже, чем планировали, от проекта не отказались. Первому сентябрю мы один коровник запустим, а доильный зал и еще второй коровник в первом ноябре тоже запустим. Премьер-министр Чуваши также ознакомился с ходом строительства детского сада в северном микрорайоне Вурнар. У садика уже есть свой номер и название – ручеек, но до окончания строительства пока далеко. Во всяком случае, по сравнению с февралем, объемы выполненных работ увеличились незначительно, заметил Иван Моторин и поручил принять все меры для сдачи объекта в срок. Кроме того, необходимо решить вопрос о подъездной дороге к садику. Премьер-министр побывал также и на первом в Чуваши предприятии по переработке цветных металлов – Чувашкабельмед. В начале 2012 года здесь была запущена в эксплуатацию производственная линия по изготовлению медного прута и проволоки электротехнического назначения. За три года завод произвел в общей сложности более 9,5 тысяч тонн продукции, а с прошлого года вошло в престижный клуб миллиардников, отгрузив товаров на сумму свыше миллиарда рублей. Елена Гальперина, Татьяна Раевска, Александр Петров, Республика. Работать, не снижая темпов реагирования – их главный девиз. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны России. Пожарные служат на благо Отечества с момента подписания царем Алексеем Романовым указа о градском благочине. Было это 366 лет назад. Одной из самых почитаемых и опасных профессий выбирают люди мужественные, стойкие, физически сильные. Практически каждый день им приходится выезжать на вызов по номеру 01. Это профессия мужественных людей, которые готовы войти в горящий дом, спасти и имущество, и самое главное, самая ценная жизнь человека, зачастую жертвуя своими жизнями. Поэтому хочу вам пожелать в праздничный день меньше работы, в вашем случае это звучит правильно, уверенности, и чтобы вы так же, как всегда, несли свой долг высоко поднятой головой, и мы могли на вас надеяться. С праздником! В Кальчике накануне профессионального праздника открыли памятник пожарным огнеборцам. В качестве монумента восстановили типичный для рубежа 19-20 веков пожарный обуз, телега с ручным насосом и бочка для запаса воды. Композиция находится рядом с пожарной частью номер 44 Яльчиковского района. Идея открытия памятника принадлежит начальнику части Василию Григорьеву. Праздник весны и труда. День международной солидарности трудящихся отмечается в 142 странах. В Чебоксарах 1 мая в связи с праздничным шествием ограничат движение по центральным улицам города. С 8 до 12 часов перекроют движение по улице Петрова. С 9 до 12 будет ограничено движение по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Ленинградской, Президентскому бульвару и Красной площади. Это касается всех видов транспорта за исключением троллейбусов. Администрация города в качестве путей объезда предлагают улицы Энгельса и Ярославская. Для автобусов городских маршрутов на этот период определены остановки по этим же улицам. ОО «Стройтрест» номер 1, гимназия номер 2, медсанчасть МВД, фирма «Питание». Помимо всего прочего будет ограничена стоянка транспортных средств с 22 часов 30 апреля до 12 1 мая по проспекту Ленина, а также улицам Карла Маркса, Ленинградской и на Красной площади. Судебные приставы совместно с сотрудниками управляющей компании в Новых Лапсарах проехались по адресам, где проживают злостные неплательщики за коммунальные услуги. В ходе рейда приставы посетили 10 квартир, хозяева которых задолжали от 4 до 25 тысяч рублей. Должникам предлагалось на месте оплатить имеющуюся задолженность. Те же, кто не смог это сделать, распрощались со своим имуществом. В ходе рейда под арест попали ноутбуки, телевизор, стиральная машина, строительный инвентарь, принадлежащий должникам. Только за первый квартал 2015 года судебные приставы и сотрудники управляющей компании взыскали почти 2 миллиона рублей. Сотрудники МВД Почувашской республики пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся организацией незаконной игорной деятельности в столице республики. В мероприятиях по выведению злоумышленников на чистую воду было задействовано более 200 полицейских. Подробности этого громкого дела у наших коллег из пресс-службы МВД. В поле зрения сотрудников МВД Почувашской республики злоумышленники попали еще год назад. Все это время проводился весь комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по документированию их противоправной деятельности. 27 апреля этого года совместно со следователями Следственного управления Следственного комитета Почувашской республики были проведены широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в ходе которых было проведено более 30 обысков. В данном мероприятии было задействовано около 200 сотрудников органов внутренних дел, в том числе сотрудников спецподразделений, которые участвовали при проникновении в данные игорные заведения. Всего по адресам проведения азартных игр и проживания злоумышленников было изъято около 850 единиц игрового оборудования и организационной техники, в том числе 5 покерных столов. Следственным управлением Следственного комитета России Почувашской республики возбуждено уголовное дело в отношении 11 жителей города Чебоксара по факту незаконной организации проведения азартных игр, совершенной организованной преступной группой. На данный момент активно проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и на сбор доказательной базы. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. В Ужевске прошел конкурс документального кино «Современник на экране», организованный Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Победу в главной номинации фестиваля «Герой нашего времени», посвященной 70-летию Победы, присудили фильму из Чувашии. Проект уникален тем, что над его созданием работали журналист КТРК Чувашии, оператор нашего телеканала и продюсер, и композитор из Москвы. Фильм «Отсюда к родному дому» посвящен удивительному явлению русского зарубежья. Речь идет о судьбе советских девушек в годы Великой Отечественной войны, угнанных на работу в Германию. Примерно 5000 из них вышли замуж за бельгийцев и после победы собирались приехать в Советский Союз, но Родина не пустила их домой. Тогда они основали в Бельгии Союз советских граждан и, как могли, помогали своей стране все 70 лет. Автор фильма Валентина Поливцева, оператор Андрей Спиридонов, продюсер и композитор Виталий Баев познакомились с русскими бельгийками в прошлом году. На самом деле фильм о том, о патриотизме, о том, что, несмотря на то, что Родина как бы их не защищала и обижала, они все равно оставались патриотами своей Родины. О той неразрывной нити, которая связывает их с родной землей. И они любят ее, помнят они, и до сих пор они считают себя советскими гражданами, советскими женщинами, а не бельгийками. Премьера фильма «Отсюда к родному дому» состоится в один день в эфире двух телеканалов республики. Национального телевидения Чуваши 4 мая в 20 часов и телеканала «Россия-24 Чебоксары» тоже 4 мая в 19 часов. Российская национальная театральная премия «Золотая маска» в который раз вручена лучшим деятелям в области искусства. Впервые лауреатом премии стал наш земляк, художественный руководитель Чувашского драматического театра Валерий Яковлев. Как чествовали мэтра в родном театре, узнаем в следующем материале. Майя Пресецкая, Армен Жигарханян. Эти имена знает любой житель России. В плеяду выдающихся деятелей искусства вошел и Валерий Яковлев. Мэтр получил награду в номинации за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Около 50 лет Валерий Николаевич отдал родному театру. За это время он поднял его на качественно новый профессиональный и художественный уровень. Дважды режиссер, сам был членом жюри театральной премии. Теперь стал ее лауреатом. Конечно, его душевляет. И вместе с тем я чувствую, что это огромное, накладывает ответственность на меня. Конечно, это огромная честь мне и театру. Надо трудиться, надо иметь силы. Мне кажется, еще есть силы, есть замыслы. И придется оправдать это высокое премио. Звание лауреатства. Будем трудиться. Татьяна Леонтьева, Республика. Погоду на улице уже можно назвать весеннее. Это значит, что самое время включать городские фонтаны. Все работы по расконсервации оборудования уже выполнены. Официальному запуску предшествуют тестовые для проверки исправности систем. Чтобы фонтан бесперебойно работал все лето, специалисты проводят тотальную ревизию. Этот настраивают так, чтобы струя воды поднималась на высоту 35 метров. Из 14 городских фонтанов сегодня заработает комплекс Чебоксарского залива, фонтан у Дома правительства, в парке Победы и в сквере имени Чапаева. Завтра уже с 1 мая, согласно утверденного графика главой администрации, центральные фонтаны будут работать с 1 мая по 1 октября. График следующий. В пятницу будут работать с 16 до 22 часов. Выходные дни с 10 до 23 часов. А праздничные дни с 10 до 24 часов. А городские фонтаны, остальные городские фонтаны будут работать, начинают работать с 9 мая по 5 сентября. У них следующий график работы. В пятницу с 16 до 20 часов. Выходные и праздничные дни с 12 до 20 часов. Возможно, корректировка работы фонтанов по погодным условиям, также по заданию администрации города. С 1 по 10 мая в Ледовом стадионе «Сокол» состоится представление известного российского циркового артиста-дрессировщика Мстислава Запашного «Наш русский цирк». Подробности в следующем сюжете. Аттракцион, не имеющий аналогов в мире. Тигры, собаки, лошади, акробаты, гимнасты, клоуны и колесо смерти. Увидеть все это жители нашей республики смогут в незабываемом шоу народного артиста России Мстислава Запашного. Кстати, «Наш русский цирк» впервые приехал в Чувашию. Один из самых сложных номеров по исполнению – это «Колесо смерти». Оно у нас будет стоять за манежем, как раз в этой точке, где мы с вами разговариваем. Это два человека. Один из них, кстати, мой сын. Без страховки. Крутятся в колесе, выходят наружу, делают трюки. Эта программа создавалась в течение шести лет известными артистами из старейшей цирковой династии Запашных. Тонны оборудования, километры страховки и лебедки. Чтобы насытить программу зрелищными номерами, пришлось приложить немало усилий. На представлении можно увидеть новейшие разработки науки и техники, а также все основные жанры циркового искусства. Ну и, конечно, дрессуру животных и аттракцион с хищниками. В общем, каждый номер программы – поистине завораживающее зрелище. В антракте мы приглашаем зрителей посетить закулисную часть. Если вы видели, мы сделали закулисную часть во дворце. Люди смогут посмотреть, как по-настоящему должны жить животные. Не в зооцирках, где они живут, в маленьких клетках, да, и показывают. А как по-настоящему животные должны построены быть. Большие вольеры, хорошие животные должны отдыхать. Кстати, понаблюдать за братьями нашими меньшими сможет каждый желающий. Тем более, там определенно есть на что посмотреть. Нравится с ними работать, потому что они как дети. Изначально они, когда появились у нас, они были очень маленькие. Они находились с нами дома. Мы их кормили с бутылочкой. Постепенно они вырастают, становятся неотъемлемой частью нашей жизни, как взрослые уже детки. Сейчас у них период, они у нас репетировать начинают. Уже репетируют. Вот этот парень у нас мячики хорошо ловит. Они делают пируэты. Ну-ка, давайте вальс. Еще раз. Давай вальс. Уже с 1 мая все желающие смогут погрузиться в волшебный мир цирка почти на 2,5 часа. Столько длится представление. Зрители ждут сюрпризы, живой звук, световые, лазерные и дымовые инсталляции. В Чувашии наш русский цирк пробудет до 10 мая. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я с вами прощаюсь. Хороших выходных. А впереди вас ждет коммерческая информация и интервью по существу. Гость программы, генеральный директор научно-производственного предприятия «Элара» Андрей Углов. Редактор субтитров А.Семкин